В Столице края показали уникальность спектакля. Для слабослышащих красноярцев выступили артисты Московского театра мимики и жеста. Выступление состоялось в рамках фестиваля «Искусство вечно, доброта бесконечна». Главная задача проекта – дать возможность инвалидам по слуху всех возрастных категорий попробовать себя в различных жанрах любительского творчества, дать возможность раскрыть свой талант. Московские артисты в рамках фестиваля подготовили праздничный концерт и спектакль для детей. «Детский спектакль, который состоит из трех сказок – «Колобок», «Теремок» и «Репка». Там играют глухие актеры, сказочные герои, «Волков», «Лису». Вы все эти сказки знаете. Но, как вы знаете, если слышим дети, имеют возможность посещать различные театры, смотреть различные спектакли, в том числе детские, то глухим детям это недоступно. И благодаря нашему театру дети глухие познакомятся с этими сказками. В этом фестивале приняли участие более 250 человек. Это инвалиды по слуху всех возрастных групп из территории Красноярского края – Лесосибирска, Каннска, Уяра, Минусинска, Назарова, Ужура и Красноярска. Инвалиды познакомились с миром театра, где актеры создавали достоверные сценические образы, обеспечивая звуковую словесную образность, жестом передавая тончайшие оттенки эмоциональной окраски. Краевые фестивали мы проводим ежегодно, в том числе и в рамках всероссийских каких-то фестивалей. В этом году мы провели краевой фестиваль «Утренняя звезда», где у нас участвовало более 100 человек. Это наши три школы – Красноярск, Минусинск, Ачинск. И, конечно, студенты техникум и социальных технологий, где они учатся. И для взрослых мы провели в этом году краевой фестиваль жестовой песни.